Книга Откровения Книга Откровения Божьи суды связаны с Божьей праведностью. Бог представлен на страницах Священного Писания как праведный и святой Бог. Помните в книге пророка Исаии, когда эти херувимы вокруг престола, когда эти ангельские высокого ранга, ангельские существа, они летают вокруг престола и они произносят одну фразу. Помните, свят, свят, свят Господь Саваоф. Так вот, Божья святость – это Его абсолютная справедливость, это Его праведность. Это значит, что Бог не терпит никакой неправды. Всякое зло, всякое нечестие, всякая неправедность обязательно в Его уравнениях, обязательно когда-то будут иметь возмездие. В этом один из столпов природы Бога. И Библия говорит об этом. Конечно, Библия сообщает нам очень много о Божьей любви, Библия очень много говорит о Божьей благодати, но она в том числе говорит и о Божьих судах. И именно в свете Божьих судов мы только тогда можем понять важность того, что произошло на Голгофском кресте. Потому что на Голгофском кресте Бог изливает свой суд на своего Сына, который стал нашим заместителем. Вот откуда заместительная жертва Иисуса Христа. Мы должны были испытать весь этот гнев. Но этот гнев изливается на Сына Божьего, который взял на себя наши грехи. Книга Откровения, говоря о Божьих судах, представляет нам два типа Божьих судов. Первый тип его называют так называемые эскатологические суды, то есть суды, которые будут излиты на землю в конце времени, но еще в пределах времени. И потом окончательный Божий суд, который будет продолжаться вечно. И мы об этом читаем, будем изучать это, если Господь даст нам здоровье, сил, времени. Мы будем говорить об этом, когда даем до 21 главы, 20-й, точнее, главы Откровения. Вот это окончательный Божий суд. В книге Откровения Бог показывает, как и когда это будет. Иисус Христос предупреждал об этом, Ветхий Завет говорил об этом, пророки говорили об этом, апостолы говорили об этом. Так вот, основную часть книги Откровения занимает описание развития эскатологической судьбы человечества, то есть тогда, когда эти суды изливаются на землю, на тех, кто останется жить в это время. Я хочу попросить вас, возьмите, пожалуйста, вашу Библию и откройте. И мы сейчас посмотрим на всю эту книгу еще раз. И очень ценно, чтобы вы могли смотреть это в своей Библии, чтобы вы могли отмечать и могли видеть. Книга Откровения – одна из сложных книг, одна из книг, которую часто люди проходят мельком. Там много всяких разных непонятных вещей, и поэтому мы к ней относимся, но не так часто ее читаем, как другие, как послания, как Евангелие, как книгу Псалтырь. И тем не менее, эта книга достаточно понятная, то есть в ней есть очень нужная информация. И я хочу, чтобы мы могли к концу исследования этой книги ориентироваться в ней, могли понимать, о чем же здесь идет речь. Если мы посмотрим еще раз на ту таблицу, которую я уже не раз показывал, я хочу, чтобы вы это открывали в вашей Библии. Вы посмотрите, первая глава говорит нам о встрече Иоанна с Иисусом Христом. Иоанн находится на острове Патмос, он там в селке, это очень холодный остров, скалистый, который обдуваем всеми ветрами. Иоанн уже в преклонном возрасте, Иоанн находится в то время, когда, вы можете себе представить, люди постарше, они нуждаются в большем комфорте, в большей заботе. Но он находится в жесточайших условиях, и там Иисус Христос является ему. Первая глава говорит о явлении Иисуса Христа. Вторая и третья главы представляют послание к семи церквям. Вот в этих, если вы помните, что Иоанну говорится о том, что вот здесь будет тебе свидетельство о том, что было, что есть и что будет. И вот он вот здесь, в данном случае, вторая и третья главы описывает, что есть. То есть это во время жизни Иоанна были семь церквей, и Иисус Христос поручает, чтобы это послание к семи церквям было написано. Это послание описывает состояние этих церквей. И как мы уже говорили, что состояние церквей, которые были тогда, оно наблюдается в истории христианства, оно появляется постоянно. Мы можем видеть разные церкви, которые похожи или на Ладикийскую, или на Ефесскую, или на Церковь Смирнина, или на Филадельфийскую церковь и так далее. Иногда это комбинации состояния разной церкви. Одним словом, вот эти две главы описывают состояние церквей, которые были в то время. Дальше четвертая и пятая главы представляют нам то, что происходит на небесах в преддверии Великой Скорби. Иоанн имеет возможность подняться на небеса, и он видит там сидящего на престоле, он видит вокруг престола 24 старца, он видит 4 животных, которые представляют собой вот этих небесных херувимов, которые особо в форме или в особой форме выражают Божью славу. Они находятся там, и они там то же самое провозглашают свят, свят, свят Господь Саваоф. У сидящего на престоле свиток на руках, и этот свиток никто не может открыть, а Иоанн понимает, что в этом свитке судьба Вселенной, в этом свитке будущее того, что ожидает все народы, что ожидает церковь. И поэтому Иоанн написано, много плакал. И вот тогда появляется один из старцев, из 24 старцев, мы говорили не раз о том, что они представляют собой церковь Иисуса Христа, которая находится вот там, у престола Божьего. Один из старцев говорит, иди, я покажу тебе того, кто может открыть печать. И он показывает, он говорит, вот лев из колена Иудина, но когда Иоанн видит, он видит не льва, а агнца. И агнец потом, начиная с 6 главы, он берет эту книгу и начинает открывать печать. И по мере того, как он разворачивает эту книгу, то перед ним не текст предстает, а 3D, действие. И он видит вот эти события все, реэнакции, то есть проявляемые перед его глазами. Он видит, что происходит, что будет происходить. И когда мы читаем, вот с этого момента начинаются суды, излияние Божьих судов, которые ожидает Вселенную. Мы говорили об этих судах, в 6 главе описана первая печать установления мнимого мира на Земле, дальше всеобщая война, после войны голод, после голода смерть, болезни разные, пятая печать гонений. И вот шестая печать представляет нам Великий День Гнева. Вот логично предположить, исследуя эту книгу, логично предположить, что вот здесь вот в этой точке мы видим границу между первой половиной Великой Скорби три с половиной года и второй половиной Великой Скорби. Великий День Гнева, который представляется таким образом, ибо пришел, это конец 6 главы, пришел Великий День Гнева Его, и кто может устоять? То есть наступает особый период, особо интенсивного излияния божественных судов. И после этого мы читаем суды, которые открываются ангелы с трубами, первые четыре трубы поражения окружающей среды, потом пятая и шестая трубы, это прямые атаки бесов, помните бесовские скорпионы, которые выходят, а потом всадники на конях, вот это прямые, они выходят из бездны прямо, из бездны, и они атакуют людей. И дальше мы читаем о седьмой трубе, одиннадцатая глава, провозглашение Царства Иисуса Христа. И здесь такой интерлюд, или же такая вставка, вставка, в которой раскрываются определенные события, и Бог посчитал важным что-то сказать Иоанну в этой точке. Провозглашается Царство Христа, то есть устанавливается Царь Христос близок к тому, чтобы победить Антихриста и установить свою победу или Царство над землей. Это, помните, то, что дьявол ему предлагал, когда Христос был во время искушения в пустыне, дьявол ему показывал все Царства мира, и он говорил, ты поклонись, я все эти Царства тебе отдам. Но Иисус Христос говорит, что только тому, что Господь говорит, и Господу Богу поклоняйся, и Ему одному служи. Мы видим, что Господь Иисус Христос идет на Голгофу, и на Голгофе побеждает дьявола, и он на Голгофе побеждает грех, и он побеждает смерть воскресного, и он строит свое Царство прежде всего из душ людей, которые искуплены Христом. Но потом, в завершении этого процесса, он приходит на землю, и он установит свое Царство на земле. Дальше мы говорили о видении, о борьбе с Сатаной, Сатаны с Мессией в 12 главе. Это такой общий обзор всей истории противостояния дьявола Богу, и как оно, это противостояние, заканчивается. Дальше, в 13 главе, мы говорили о явлении Антихриста и лжепророка. Вот это все, вот этот интерлюд, то есть между 6, между 7 печатью и после того, когда начнут изливаться 7 чаш Божьего гнева. И сейчас мы находимся вот в этой точке, подготовка к финальному излиянию Божьего гнева. То есть из этой таблицы мы видим, что мы подходим сегодня к кульминации излияния Божьего суда, и этой кульминацией будет последние 7 чаш Божьего гнева, и также суд над Великой Блудницей, над Вавилоном, которая представляет собой человеческие попытки противостать Богу своими собственными достижениями. Мы подробно об этом будем говорить, потому что о Великой Блуднице сказано в 17 главе, достаточно много, в 18 главе мы коснемся и разберем эти вопросы подробно, если Господь позволит. Так вот, непосредственно перед тем, как представить эти события, Бог показывает Иоанну еще один такой превью, или же показывает картинку того, что будет в будущем, но показывает образно, и показывает в очень интересной форме. Иоанн видит очередное видение, которое описывает период Великой Жатвы, которая будет произведена на земле. Эта Великая Жатва разделена на две части, на две половины. Первая половина, она говорит о суде над неверием людей или о воздаянии, Божьем воздаянии за неверие людей. И вторая часть, она говорит о Божьем воздаянии за зло, сделанное людьми на земле. И мы посмотрим сейчас на эти две части. Это вторая половина 14 главы. И мы будем читать с 14 стиха и до 20. Начинается это введение уже привычными словами Иоанна. «И я взглянул». Посмотрите, 14 стих. «И взглянул я, и вот светлое облако». Вы знаете, что все в Писании играет свою роль, или очень важно. И даже такие детали, они помогают нам увидеть какие-то важные аспекты. Дело в том, что вот этой фразой Иоанн открывает новые видения или новый этап откровения, который он получает. Фраза «и я взглянул» не встречается, не используется в Новом Завете нигде, кроме откровения. Но в книге «Откровение» она используется 10 раз. И 10 раз Иоанн говорит о чем-то новом, что Бог ему открывает. Мы уже читали в 4 главе 1 стих. Помните, когда самое начало того, что он увидит, или того, что будет в будущем, самое начало, начинается 4.1. «После всего я взглянул вот дверь отверстия на небе». Вот эта же фраза «я взглянул». Дальше эта фраза предваряет видение Агнца. 5 глава, 6-7 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола четырех животных и посреди Агнцев стоял старцев, стоял Агнец, как бы закланный, имеющий 7 врагов и 7 отчей, которые были 7 духов Божьих, посланных на престол, посланных по всю землю. И он пришел и взял книгу из десницы, сидящего на престол». Эта же фраза начинается снятие семи печатей. 6 глава, 1 стих. «И я видел». Агнец снял первую семи печатей, 2 стих. «И я взглянул, и вот конь белый, и на нем всадник имеющий». То есть, всегда, когда открывается что-то новое, Иоанн вставляет вот эту фразу. «И я взглянул». Давайте посмотрим еще раз 14 стих. Это новое Божье откровение, которое, кстати, последний раз эта фраза в 15 главе употребляется. «И я взглянул, и вот светлое облако. На облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, а в руке его острый серп». Первое, что видит Иоанн, он видит, что на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. Это еще один очень важный индикатор. На протяжении всего описания Великой Скорби Иисус Христос назывался Агнцем. Если вы читаете внимательно, именно Агнец появляется. Агнец это тот, кто может взять этот свиток и снять с него печати. Агнец это тот, кто действительно снимает печать. Это повторяется в 5 главе, в 6 главе, дальше в 7 главе говорится о том, что миллионы спасенных они стоят перед Агнцем. Если вы читаете все, любое упоминание Иисуса Христа, начиная вот с 4 главы и до этого места всегда Иисус Христос называется Агнцем. А здесь вдруг Сын Человеческий. И на это есть причины. Агнец это одни характеристики Иисуса Христа, Сын Человеческий это его другие характеристики. И мы посмотрим сейчас, почему здесь внезапно вместо Агнца появляется Сын Человеческий. На это есть серьезная причина. Дело в том, что Мессия в первый раз назван Сыном Человеческим в книге пророка Даниила. Откройте, пожалуйста, книгу пророка Даниила, 7 глава. Опять-таки, я хотел бы, чтобы вы это сделали в ваших Библиях. Книга пророка Даниила, 7 глава. Она где-то вот во второй половинке Ветхого Завета, сразу после книги Иезекииля. Книга пророка Иезекииля и дальше книга Даниила, 7 глава. И здесь, в 7 главе, Бог открывает Даниилу пророческое видение о четырех империях. Это видение или это пророчество представлено в книге Даниила в нескольких формах. В этом месте представлено в форме четырех зверей. Помните, четырех разного типа зверей, которые представляют собой разные царства. Персидское, Македонское, Римское. И потом последнее царство. И с 9 стиха мы читаем о том, что подводится конец истории. Опять-таки, в пророчестве Даниила. И там появляется Ветхие днями. Посмотрите, 9 стих мы читаем. «Видел я наконец, что поставлены были престолы и воссел ветхие днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи и тысяч служили ему, и тьмы тем предстояли перед ним. Судьи сели и раскрыли книги». Очевидно, что речь идет о Боге, владыки неба и земли, который готов судить вселенную. И вот здесь, в этом месте, появляется некто, кто назван здесь Сыном Человеческим. 13 стих. «Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий. И он дошел до ветхого днями и подведен был к нему, и дана власть, и ему дана власть и слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не перейдет, и царство его не разрушится». Заметьте, Иисус Христос, Сын Божий, называется Агнцем все это время, когда речь идет об искуплении, о спасении людей, речь идет о будущем Вселенной. И вот доходит это до вот этой ключевой точки книги Откровения. Помните, мы говорили, что когда седьмую печать, когда седьмая труба протрубила, то тогда вот двадцать четыре старца, ангел сначала вострубил, и потом двадцать четыре старца пали на лица свои, это в одиннадцатой главе написано. И они говорят, царство мира садилось царством Господа нашего и Христа и будут царствовать во веки веков. Вот почему здесь Иоанн называет его Сыном Человеческим. Речь идет о воцарении Мессии. Речь идет о том, что подходит тот этап, та точка, где он представляется как Сын Человеческий. Очень интересно, здесь сказано, как бы Сын Человеческий. Когда мы читаем Ветхом Завете, то Ветхий Завет представляет Мессию тоже в таком несколько мистическом, мистической форме. Ну, например, помните известное место из книги пророка Исаии. Там написано, ибо младенец родился нам, сын дан нам. И потом сказано, и нарекут ему имя Бог крепкий, Отец Вечности. То есть, еще в Ветхом Завете вот это напряжение было очевидно, что Мессия будет, он одновременно называется Богом, и в то же самое время у него, он младенец, есть человеческие качества у этого Бога. Вот почему здесь говорится, как бы сын человеческий. Причем то же самое описано и в, мы видим и в книге Откровения, подобного сыну человеческому. Это событие, кстати, событие воцарения сына человеческого или Мессии. Вот, оно описано в нескольких местах. То есть, Мессия в данном месте получает полную власть над вселенной. То есть, владычество его, владычество вечное, подчеркивает пророк Данил, и царство его не разрушится. Об этом же говорится в ранних, помните, пророчествах Данила, когда вот этот истукан во второй главе, истукан большой Данил видит, и этот истукан из четырех частей состоит. И потом, помните, как заканчиваются вот эти все царства, которые представлены истуканом? Камень, который оторвался без помощи рук человеческих, этот камень разбивает эти истуканы, этот истукан и эти царства, и потом этот камень вырос и стал, он вырос размером во всю землю, во всю вселенную. То есть, он занял собой всю землю. Опять-таки, это все пророческое указание на владычество Мессии, которое придет. Об этом же говорится в Новом Завете. Посмотрите послание к филиппийцам. Послание к филиппийцам, вторая глава, тоже очень неплохо, если вы сможете открыть это в своей Библии. Опять-таки, смотрите, мы говорили о книге пророка Даниила, мы говорили о книге пророка Исаии, мы говорим сейчас вот о Новом Завете и послании к филиппийцам. Говорят все о том же самом. Вот здесь удивительное единство большой картины Библии. Опять-таки, это разные книги, написаны на разных языках, вот, в разное время, разными людьми, но они пронизаны все, единой конвой, единый сценарий, который развивается здесь, разворачивается перед нашими глазами. Посмотрите, филиппийцам, вторая глава, шестого стиха мы читаем. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным людям и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. И дальше, слушайте, посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. Дальше написано, чтобы пред именем Иисуса преклонилась всякое колено небесных, земных и преисподних. Христиане уже сейчас преклоняются пред именем Иисуса Христа. Но наступит момент, когда перед Иисусом Христом преклонятся все царства мира. Вот именно об этом моменте написано в книге Откровений 14 глава, в принципе, немножко даже раньше, немножко позже, говорится, эти все главы говорят о воцарении, финальном, эскатологическом воцарении Сына Божьего, Мессии и Иисуса Христа. Вот этот Мессия, Агнец, Сын Божий, он получит полную власть над землей. Но кроме этого, здесь есть еще одна интересная деталь, которую мы не можем пропустить. Это облако, которое здесь упоминается. Давайте еще раз посмотрим Откровение 14,14. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. Опять-таки, облако или облака связаны с Мессией на протяжении всей Библии. Давайте еще раз посмотрим книгу пророка Даниила. Книга пророка Даниила, 7 глава, 13 стих. И видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до ветхого дня. То есть, опять-таки, я говорю о том, что книга пророка Даниила написана за несколько сот лет до рождения Иисуса Христа. Она, большая ее часть, вот эта часть ее написана на арамейском языке. То есть, даже не на еврейском. Другие книги Библии написаны на еврейском языке, а это вот с половины этой книги написано на арамейском языке. Вот. И она говорит о том же самом, о чем говорит апостол Павел в послании к филиппийцам, и о том, что Бог открывает Иоанну на острове Патмос. И он подчеркивает, посмотрите, вот с облаками небесными. Иисус Христос в своем описании событий последнего времени, он также говорит об облаках. Посмотрите, Марка 13, глава 26, стих. Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках. Повторяется тот же самый концепт. Дальше ангел, который обращается к ученикам. Кстати, завтра праздник Вознесения. Знаете, что такое Вознесение? Очень важное событие в жизни Иисуса Христа, когда Иисус Христос после 40 дней того, как Он являлся Своим ученикам, Он вознесся к Отцу. И когда это произошло, посмотрите, Деяние апостола, 1 глава, 9 стих, сказав это, Он поднялся в глазах их и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Этот Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Он поднялся на небе, на облаке, на небо, на облаке, Он будет спускаться, Он придет на облаках. Это же повторяется в начале книги Откровения. Посмотрите, Откровение 1 глава, 7 стих, «Се грядет с облаками». Почему об этом говорится? Потому что Ветхий Завет об этом говорил, потому что Христос об этом говорил, потому что в Деянии апостолов об этом говорится. Вот поэтому и здесь Иисус открывает, Бог открывает Иоанну вот это Откровение Иисуса Христа и говорит, «Се грядет с облаками и узрит его всякое око и те, которые пронзили его и возрыдают пред ним все племена земные. Аминь». Вот это говорит об удивительной взаимосвязи Писания от начала до конца. Итак, мы посмотрели на первую половину 14 стиха. «И я взглянул, и вот светлое облако, на облаке сидит подобный Сыну Человеческому». И мы видим, как много в этой фразе, как много в этом предложении сообщается нам, когда мы смотрим на эти слова сквозь призму всей Библии, Ветхого Завета, Нового Завета. Он продолжает. Говорит еще две очень важных вещи. На голове его золотой венец. Слово «венец», которое употребляется здесь, есть несколько слов в Библии. Слово «венец» очень близко, наверное, к русскому слову «венец». Есть слово «корона». Если в английском вы читаете, то там будет, скорее всего, «краун», «голден краун». Так вот, в английском языке «краун» — это «корона», и «венец», все «краун». Но в русском языке есть «корона» и есть «венец». Так вот, здесь именно «венец», здесь не «корона». Чем отличается «корона» и «венец?» «Корона» — это царская власть, «венец» — это награда. «Венец» — это то, что завоевано. Когда люди бегут на реставище, когда люди в соревнованиях участвовали, то тогда им не кубки давали, а им давали «венцы». «Венцы», которые подчеркивали их результат того, что было проделано, результат их какого-то усилия. Так вот, здесь сказано, что на голове его золотой венец, то есть «сын» получает свидетельство победы над дьяволом, большой битвы за человечество. Немножко позже он получит корону, немножко позже, когда он будет, его царство утверждено. Но вот здесь он является как победитель. Вот, он победил, и поэтому он получает награду. Но это еще не все. Это только вступление. Основная часть начинается с последней фразы 14 стиха и развивается дальше. Посмотрите, в руке победителя, сына человеческого, острый серп. И в руке его острый серп. это открывает перед нами еще одну очень большую и значительную страницу Божьего откровения о сыне. Сын грядет для того, чтобы подвести итоги жизни и деятельности людей на земле. Ну, несколько слов о том, что такое серп. Наверное, многие, сидящие здесь, никогда не видели серп. Ариша, ты не видела серп никогда? Наверное, не видела. Многие, кто вырос уже в век технологии, не знают, что такое серп, но я вам сейчас его покажу. Серп – это вот такой острый нож, который загнут полукругом, и серпом срезали уже созревшие колосси. То есть, колосси собирали в охапку и подрезали этим серпом. И им пользовались тысячи лет. Им пользовались еще за тысячи лет до рождения Христа. Им пользовались, наверное, но я помню еще, когда я был маленьким, был подростком, я помню, серпами пользовались. То есть, примерно 50 лет назад ими еще пользовались. Сейчас, может быть, где-то вы в музее можете увидеть такую штуку. Когда технологии стали развиваться, и когда механизированная уборка стала урожая, то, конечно, в них отпала необходимость. А в то время, во время Ветского Завета, во время апостола Иоанна, всегда жатва убиралась только серпами. Серпы – это было очень важно. Это был знак того, что срезаются колоссии, что жатва поспела, и колоссии срезаются. Представив Сына Человеческого с серпом в руках, Иоанн видит другого ангела, который призывает Сына Человеческого начать процесс с жатвы, поскольку жатва на земле созрела. Давайте прочитаем 15-16 стихи 14 главы. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, пусти серп и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверх сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Жатва на земле созрела очень важная фраза. Ее раньше, я помню, на праздниках жатвы часто читали и даже плакаты делали «Жатва на земле созрела». И в действительности в Писании кое-где употребляется эта фраза применительно к спасению душ. Помните, один сел, другой жал. То есть это в действительности слово «жатва» употребляется в спасении или же в каком-то, какой-то финальной стадии Божьей работы над человеческой душой, в которой Господь использует людей, и они выходят, и они трудятся, и Господь дает спасение людям, и это в каком-то смысле в некоторых местах называется «жатва». Но не в этом месте. В этом месте говорится совершенно над другой жатвой. Здесь говорится о подведении итогов жизни людей на земле, и здесь говорится о финальном суде, который Сын человеческий, посмотрите, и поверх сидящей на облаке серб свой на землю, и земля была пожатой. В разных местах Писания вот этот термин, это понятие «жатва» используется именно как Божий суд. Я приведу вам буквально несколько для того, чтобы увидеть, что это в действительности консистент или последовательное использование этой идеи. У пророка Иаиля мы видим очень яркое описание того, что представляется в 14 главе книги Откровения. Пророк Иаиль пишет 3 глава, он описывает великую битву в долине Армагеддон, которая произойдет и вот среди прочего Иаиль говорит следующее 12 стих «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафат». Долина Иосафат, мы еще будем о ней говорить, это долина, которая находится в центре Израиля, вот, ее называют еще Армагеддонской долиной, «Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». И дальше говорится «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела, итак спуститесь, ибо точило полно, и подточили и переливаются, потому что злоба их велика». Мы еще дойдем до точил и подточили. Это очень интересное понятие тоже, которое в конце 14 главы раскрывается. Но речь здесь идет о конкретной очень ясной форме Божьего суда, когда говорится «Пустите в дело серпы». Об этом очень ясно говорил Иоанн Креститель. Очень интересное место, еще одно, которое помогает нам увидеть. Третья глава Евангелия от Матфея. Евангелия от Матфея, откройте, пожалуйста, третья глава, еще одно место, в котором Иоанн Креститель представляет Иисуса Христа. Помните, тогда фарисеи приходили, каяться, он говорил им, кто внушил вам бежать от будущего гнева. И он на фоне всего прочего говорил следующие вещи. «Я крещу вас в воде покаяния». Это третья глава, одиннадцатый стих. «Я крещу вас в воде покаяния, но идущий за мною сильнее меня, я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вот здесь очень интересная деталь. Есть целые динаминации, которые учат о крещении огнем, подразумевая под этим какое-то переживание каких-то экстатических состояний. Но те, кто думает так, очень глубоко ошибаются, потому что крещение огнем здесь описано в 12 стихе. Посмотрите, «Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». Вот крещение огнем. То есть, по сути дела, все люди будут крещены Христом. Очень важно. Все люди. Одни будут погружены в церковь Иисуса Христа Духом Святым. Это Христос делает. И он будет всех, Иоанн Креститель обращается ко всем, верующие и неверующие были, разные люди собрались. Он говорит, он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Он одних людей покрестит Духом Святым, погружая их в церковь. Другие люди, кто не послушал, кто не поверил, кто не принял Иисуса Христа, они однажды будут крещены огнем. То есть, Иисус Христос будет тот, кто погрузит их в огонь. Здесь приводится идея вот этого, этой жатвы, где он собирает пшеницу, собирает ее в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым. То есть, с самого начала служения Иисуса Христа, Иисус Христос представлен не только Спасителем, но и Судьей. Это, как я уже сказал, последовательный месседж всей Библии, начиная с Святого Завета. И в Новом Завете много сказано. Посмотрите, Иоанна 5, глава, 22 стих, Иисус сам говорит о себе. Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Кстати, очень интересная вещь. Сегодня в определенных кругах христианских есть такое увлечение мессианским христианством, так называемым мессианским христианством, где больше внимания уделяется Ветхому Завету, больше внимания уделяется еврейству и Иегове и так далее. Но Иисус очень ясно говорит, что Бог так устроил план спасения, Он суд весь отдает Сыну, так, чтобы все чтили Сына. Почему это важно? Потому что без Сына нет доступа к Отцу. Без Сына люди не могут никаким образом угодить Отцу. Вот почему чрезвычайно важна роль Иисуса Христа. И поэтому Бог дает Иисусу Христу право судить всех, всю Вселенную. Дело в том, что Сын тот, кто стал человеком, Сын тот, кто умер на Голговском кресте, Сын тот, кто победил дьявола на Голговском кресте, Сын тот, кто победил смерть воскресну из мертвых. И поэтому именно по отношению к Сыну, Сын будет определять судьбу каждого человека. И если вы читаете в 20 главе, мы, Бог даст, дойдем до нее, там написано, помните, и кто не был записан в книге жизни, в книге Агнца, тот был брошен в озеро, горящее огнем и серым. То есть Сын играет ключевую роль здесь. Сын изливает Божье наказание всем, кто противился Богу, не веруя в Сына. Итак, речь идет о жатве, о последней жатве, о последнем суде, который будет осуществлен в то время, и, скорее всего, речь идет о последнем излиянии вот тех семичаж Божьего гнева, и также от великой победы над Вавилоном, великой блудницей, которые описаны в следующих главах. Итак, это первая часть вот этих судов наивысшей кульминации, которые представлены в таком очень интересном своеобразном видении. Но есть еще вторая часть, и я ее назвал «Воздаяние за зло, сделанное людьми». Первое воздаяние вообще за общее противление людей Иисусу Христу, противление людей Богу, тех, кто не принял Иисуса Христа, тех, кто не уверовал в Иисуса Христа. Вот во второй части говорится немножечко о другом аспекте этого же самого суда, и здесь используется аналогия собирания винограда. Если в первой части аналогия жатвы пшеницы, то здесь аналогия собирания винограда. 17 стих. И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созреве на нем ягоды». Начали несколько слов нужно сказать об идентичности ангела. Мы уже говорили в прошлый раз о том, что ангелы проявляют особенную активность в книге Откровения. Ни в какой книге нет так много, такого большого количества упоминаний ангелов, как книга Откровения. Только в 14 главе упоминаются шесть разных ангелов, у каждого своя функция, каждый из них занимается своей задачей, своим делом. Но вот этот ангел отмечен особенно. Посмотрите, что о нем сказано. О нем сказано, что этот ангел вышел от жертвенника. Он имеет власть над огнем, 18 стих. И он вышел от жертвенника. Дело в том, что жертвенник уже упоминался в книге Откровения несколько раз. Давайте посмотрим, в каких ситуациях он упоминался и что там происходит возле жертвенника. Первый раз мы видим в шестой главе упоминания. Шестая глава книги Откровения. Посмотрите, пожалуйста, с девятого стиха. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. посмотри, жертвенник связан с теми, кто отдал свою жизнь за свидетельство, за слово Божие, за свидетельство. И возопили они громким голосом, говорят, да коли владыка святой и истинный не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И даны были каждому из них белые одежды, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники их, и братья их, которые будут убиты, как и они дополнить число. То есть, как мы видим, что жертвенник это место пребывания тех, кто был убит за слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа и находясь там, они взывают к Богу с просьбой о возмездии, с просьбой о справедливом воздаянии. В принципе, мы все, мы так созданы, что мы жаждем справедливости. Когда мы видим какую-то вопиющую несправедливость, которая происходит на земле, и мы видим, что у нас нет человеческих инструментов как-то эту несправедливость исправить, восстановить справедливость, мы все подобны вот этим людям, этим душам, мы взываем к Богу и просим Его, Господи, когда же справедливое воздаяние Твое будет? И он подчеркивает, что вот именно этим занимаются вот эти души. Немножко дальше, в восьмой главе мы видим еще одно упоминание жертвенника. Оно также связано с очень интересной частью вот этих молитв. Третий стих, восьмая глава Откровения, третий стих. «Я пришел иной ангел и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом, и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом». То есть, мы видим в одной ситуации конкретные молитвы святых, убиенных за свидетельство Божие там под жертвенником, а здесь в обобщенном смысле здесь множество фимиама. Этот фимиам представляет собой молитвы всех святых, и он возлагается на жертвенник и вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела перед Богом. Заметьте, ангел стоит перед жертвенником, и ангел связан с этими молитвами, связан с просьбами людей о Божьей справедливости. И теперь смотрите опять 18 стих 14 главы. «Иной ангел, имеющий власть над огнем, вышел от жертвенника». То есть, речь скорее всего о том же ангеле, который вот там находится перед жертвенником, и который вот с этими молитвами святых имеет дело, и он доносит эти молитвы святых перед Богом. То есть, этот ангел вышел, и он говорит очень интересную вещь. Он с великим криком воскликнул к имеющему острый серп, говоря, «Пусти острый серп твой, и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды». Вот интересно, в 6 главе говорится, «Доколе еще братья ваши до полного числа еще не созрели». Здесь, в данной точке, этот ангел выходит и говорит, созрели ягоды. человечество пришло к этой кульминационной критической точке перенасыщения грехом и злом. Эти явления, они известны в Библии немножко раньше. Помните, один раз уже было такое, когда все человечество достигло критической точки, кульминационной точки зла, которым они были движимы, это описано в книге Бытие, когда Бог уничтожил всю землю потопом. И вот там написано, посмотрите, Бытие 6 глава 5 стихи, «Увидел Господь, что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». То есть, после этого Яхве принимает решение об истаблении человечества потопом. То есть, когда мы живем и мы видим разговоры, сгул зла, когда мы видим то, что происходит с разложившимися нравами, когда мы видим, как разные формы злобы человеческой процветают все больше и больше, и мы видим, как это зло плодится и умножается и усиливается, вы знаете, о чем это говорит? Это говорит о том, что близко при дверях. Это говорит о том, что однажды умножение зла достигнет своей критической точки, в которой Господь проведет черту. Так уже было один раз, так уже было во время потопа. Так было еще один раз. Помните, когда мы читаем историю, когда подобное произошло в отдельно взятом регионе? Помните, когда Бог заключается в Рамам завет? И вот тогда, заключая завет, Он пообещал Аврааму, что твои потомки вернутся в эту землю через 400 лет примерно. И Он говорит, почему через 400 лет? Посмотрите, 15 глава книги Бытия. Книга Бытия, 15 глава. Вот там очень интересная деталь. И сказал Господь Аврааму, знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не свои, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но Я произведу суд над ородом, у которого они будут в порабощении, и после этого они выйдут с большим имуществом, «А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда и дальше объясняют причину, ибо мера беззакония Мареев доселе еще не наполнилась. Многие люди задают вопрос, почему в Ветхом Завете описано так много разных форм зла, форм насилия, жестокости, почему уничтожаются целые народы в земле Ханаанской. Вот здесь ответ, почему. По той же самой причине, почему первое человечество все было уничтожено потопом. Потому что мера беззакония переполнилась. Вот здесь Бог говорит, мера беззакония Мареев доселе еще не наполнилась, а через 400 лет наполнится. То есть это говорит о том, что однажды мера беззакония наполнится вот здесь. Жатва созреет. Вот то, как он говорит здесь, посмотрите, созреве на нем ягоды. Финальная кульминация зла говорится также у пророка Исаии. Посмотрите, пророк Исаия 63 глава говорит о том же самом, о чем мы читаем в книге Откровений. 63 глава первости. Кто это идет от едома в червленных ризах от вассора, столь величественной своей одежде, выступающей в полноте силы своей, я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать? Отчего же одеяние твое красно, и ризу тебя, как утоптавшего точили? Я уверен, что вы много раз, если вы регулярно читаете Библию, я надеюсь, я, кстати, к сожалению великому обнаруживаю, что сегодня все меньше и меньше есть людей, у которых есть практика регулярного чтения Библии от начала до конца. И может быть, когда вы читаете вот эти подобные слова, вы не понимаете, о чем же здесь идет речь, но вы их не понимаете только потому, что вы мало знаете всю картину. Вот сейчас, когда мы видим то, что в Откровении написано, мы можем увидеть и понять, каким образом, что это означает в 63-й главе пророка Исаии. Посмотрите, интересная вещь. Здесь сказано о том, что он изрекает правду, сильную, чтобы спасать. Но здесь же задается ему вопрос, отчего же одеяние твое красно? И ризы у тебя, как у топтавшего, вточили. Что такое точило? Точило – это не то, чем точат, хочу вам сказать. Это немножко другой прибор. И если присутствующие здесь некоторые видели серп, хотя не все, то точило видели только единицы присутствующих здесь, наверное, только те, кто был в Израиле. Вот те, кто был в Израиле, точило – это винный пресс. Это пресс, в котором выжимали виноградный сок. Я вам покажу одно из точил, их много разных было. Вот одно из них здесь у нас есть на этой фотографии. Вот, посмотрите, здесь выбиты два углубления. Одно углубление, второе углубление, и здесь такой желоб. Это углубление ниже находится, чем вот это. Вот в это углубление сбрасывали виноград, и этот виноград топтали. Топтали ногами. Я надеюсь, что они их мыли, наверное. Хотя, не знаю, может быть, для ферментирования там нужно было что-то немножко человеческого добавить. Но, тем не менее, топтали виноград, и потом, когда вот этот жмых оседал, или сусло его называют, внизу, а сок поднимается кверху, и он перетекал вот отсюда, и вот здесь, отсюда его уже загружали в мехи кожаные, кожаные мешки, которые держали виноградный сок и вино, или же в сосуды, в глиняные сосуды. То есть, когда здесь говорится о том, что риза у тебя, как у топтавшего, вточили, то есть, если кто-то топчет виноград, вы понимаете, брызги разлетаются, и топтавший, вточили, у него была его одежда в этом, в следах виноградного сока. Он продолжает, третий стих, посмотрите, 63 глава книги пророка Исаии. «Я топтал, точила один, из народов никого не было со мной. Дальше, «Я топтал их во гневе мою и попирал их в ярости моей, кровь их брызгала на ризы мои, и я запятнал все одеяние свои, ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». Очень интересные слова, вот почему интересные, потому что, верни еще, пожалуйста, во второй стих, первый второй стихе, посмотрите, в первый стихе говорится, «Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать». Вот это тот, кто спасает, но вот здесь этот спасающий представлен совершенно в другой функции, посмотрите еще раз, четвертый стих, «Ибо день мщения в сердце моем, и год моих искупленных настал». То есть, это Христос, который представляет отмщение за своих искупленных, за тех, кто жил здесь на земле и страдал от гонений, самых разных гонений, которые с самых разных сторон, от самых разных людей. Он подчеркивает, «И год моих искупленных настал». Шестой стих, «И попрал я народы во гневе моем, и сокрушил их в ярости моей, и вылил на землю кровью». Здесь говорится о Мессии. Здесь говорится, что Он, никто другой, никто другой имеет полное право судить народы земли. Он добыл это право на кресте Голгофе, искупив своей кровью грехи людей. Он будет судить всех тех, кто, несмотря на совершенное им искупление, продолжал противиться Ему, кто продолжал творить зло, кто продолжал стоять на стороне дьявола. Он подчеркивает «день отмщения в сердце моем». То есть Иисус Христос действительно обладает в широчайшем сердце. Некоторые люди противопоставляют Бога Ветхого Завета и Христа Нового Завета. Они говорят о том, что Бог Ветхого Завета Он жесткий, Он судящий, Он гневающийся, а Христос Нового Завета Он благодать, и любовь, и милость. Вы знаете, в действительности как Бог Ветхого Завета, так и Христос Нового Завета в полной степени любящий, и милующий, и наполненный благодатью, и вместе с тем судящий, и вместе с тем справедливый, и праведный. И вот здесь показан Иисус Христос точно в такой же форме. Эти события, которые предсказаны пророком Исаии, вот как раз они-то и описаны в книге Откровения. Давайте еще раз посмотрим последние два стиха 14 главы книги Откровения. «И поверг ангел сеп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия». то есть если вот точило, которое мы видели, оно большое такое достаточно, а здесь великое точило гнева Божия, вот, и стоптанные ягоды вточили за городом, и потекла кровь из точила даже до уст конских на 1600 стадий». Заметьте, в конце, мы уже говорили в 20 главе книги Откровения, будет сказано о последнем суде, когда все люди, когда-либо жившие на земле, они будут разделены на две категории, одни, которые с Иисусом Христом будут, и другие, которые брошены в озеро огненное. Вот, так вот, там не сказано о крови, там не сказано ни о чем этом, а вот здесь сказано о реальном Божьем наказании, которое коснется огромного количества людей. Огромного количества людей. Речь идет о поражении великой блудницы, о вот этом цвете человеческой цивилизации, противящейся Богу. Мы будем об этом говорить, если Господь позволит, когда исследовать будем следующие главы, здесь речь идет о битве о Армагеддон, вот, и о всем то, о последнем пришествии Иисуса Христа с победой, когда Он идет с сонмами ангелов для того, чтобы покорить восставших против Него жителей земли. Итак, сейчас мы отметим несколько вещей, которые мы видим во второй половине 14 главы, перед тем, как мы помолимся. Первое, что мы видим, Иисус Христос не только спаситель, но и великий Судья. Нам это важно помнить, и нам это важно доносить до людей, которые нас окружают. это очень важная часть Евангелия. Евангелие Иисуса Христа это не только весть о том, что Иисус спасает, это весть еще о том, что тех, кто не спасен, Иисус будет судить, и Он имеет на это полное право. Второе, человеческие беззакония неизбежно идут к своей кульминации. То есть, когда мы смотрим на то, что происходит в мире, на развитие беззаконий, когда мы видим все это, то наше сердце скорбит о том, что человечество становится все хуже и хуже. Это обосновано, в действительности это скорбно в виде человечества таким, но дети Божьи, наблюдая за этим, видя это, они радуются, потому что они знают, что приближается кульминация, приближается день, когда Господь остановит все это. Последнее, все противящиеся Христу однажды будут подвержены великому излиянию Божьего гнева, великому Божьему суду. Это, как я уже сказал, то, что должно двигать нас к молитве о тех, кто не спасен. Это то, что должно двигать нам к тому, чтобы как можно шире, как можно больше свидетельствовать об Иисусе Христе самым разным людям, всеми методами и способами, которые мы можем, которые нам доступны. И мы воскресенье вечером только перечисляли, это могут быть самые разные средства, которые у нас есть, и по телефону кому-то можете, и по имейлу кому-то можете написать, и через интернет, и где-то встретиться с кем-то, и где-то, может быть, взаимодействуя с кем-то в разных обстоятельствах. Мы знаем, что в этом ответственность, в этом задача нас, детей Божьих, живущих здесь на земле. Мы сейчас преклоним наши колени перед Господом и помолимся Ему об этом. Аминь. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя за Твою огромную милость, которую Ты проявляешь к нам. Господи, мы недостойны всего этого. Мы знаем, Господь, что мы грешные люди, и мы знаем, что наши грехи, они заслужили проявление Твоего гнева в не меньшей степени. Но мы благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофе. Благодарим Тебя за то, что там на Голгофе была принесена жертва, которая сделала нас невинными пред Тобой. Благодарим Тебя за то, что там на Голгофском кресте наши грехи были распиты, что весь полный гнев святой и святой праведности, святого Отца, Он был излит там на Сына на Голгофском кресте. Тот гнев, который предназначался нам. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что вот там на кресте мы обрели свободу, и мы там на кресте обрели надежду. И сегодня, когда мы читаем об этих жестоких событиях последнего времени, мы можем с уверенностью торжествовать. Я прошу Тебя, Господи, помоги нам ярко понимать, что Иисус Христос не только Спаситель, но и Судья. Помоги, Господи, жить в соответствии с этой истиной. Помоги, Господи, чтобы эта истина управляла нами, и чтобы она двигала наши цели и определяла смысл и цель нашей жизни. Благослови, Господи, каждого из нас. Мы поклоняемся Тебе и доверяем Тебе Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Аминь.